Приветствую! Поговорим о уголовной ответственности за уклонение от мобилизации. Но говорить мы будем не просто о теории, о статье 336 Уголовного кодекса Украины, которая, собственно говоря, и предусматривает эту ответственность, а говорить будем о практике, о судебной практике, которую нам показывают суды, которая на сегодняшний день размещена в реестре судебных решений, и будем говорить о судебной практике за август месяц 2024 года. К счастью, несмотря на многочисленные слухи о том, что реестр закроют, и мы уже не сможем узнать, какие же приговоры выносит судебная система по делам за уклонение от мобилизации, реестр до сих пор открыт, эти дела публикуются, и благодаря этому мы видим, какая же картина в целом у нас по стране. А картина более чем интересная. И интересна она, на мой взгляд, в первую очередь по двум моментам. А перед тем, как мы перейдем к этому вопросу, хочу напомнить, что у меня есть телеграм-канал. Информации там гораздо больше, и появляется она оперативнее, чем в ютуб-канале. Также я стараюсь там отвечать на ваши вопросы в комментариях. Ссылочка на телеграм-канал есть в описании к этому видео. Встретимся там. Момент первый. Это количество приговоров, которые выносятся в течение месяца. Да, я понимаю, август, лето, пора отпусков, судьи их любят. Ну, адвокаты знают, насколько судьи любят отпуска и как прекрасно работать по делам летом. Но, что я имею в виду, вдумайтесь, по всей стране в августе 2024 года вынесено 39 приговоров за уклонение от мобилизации. Вдумайтесь в эту цифру. По всей стране 39 приговоров. И это при том, что мы знаем, что ТЦК и ЕСП уже давно заявляли, там была статистика по областям, что они там разыскивают ухылянтов десятками тысяч. А приговоров по 336 нет. И вот здесь возникает вопрос, а почему такое малое количество приговоров? С чем это связано? Может быть, это связано с тем, что не всем людям, которые хотят отказаться от мобилизации, которые готовы принять уголовную ответственность, им не дают это сделать. Возможно, и так. Такие мысли можно найти в интернете, но, естественно, мы этого не утверждаем, поскольку какой-то официальной информации по этому поводу нет. И поэтому мы будем считать, что раз такое малое количество приговоров, значит, просто никто не отказывается от уклонения, вернее, никто не хочет уклоняться от мобилизации и не отказываются люди от мобилизации. Но давайте разберемся с теми, кто все же отказывается и те, по ком вынесены приговоры. В первую очередь следует сказать о соотношении реальных приговоров и условных. Напомню, что когда я говорю о реальном приговоре, имеется в виду, где суд назначил реальное наказание, и человек, соответственно, будет его отбывать. Ну а в соответствии со статьей 336 там наказание может быть только одно – лишение свободы сроком от 3 до 5 лет. Так вот, таких приговоров у нас на сегодняшний день 23. А условных приговоров за тот самый август месяц – 19. Условные приговоры – это те приговоры, где суд признал человека виновным в уклонении от мобилизации, вынес обвинительный приговор, но посчитал, что человек может исправиться без изоляции от общества, и человек, собственно говоря, после приговора пойдет домой, будет жить своей привычной жизнью, ну, единственное, что будет ходить, отмечаться в этом, в органах пробации. Так вот, задумайтесь, 23 и 19. Что это значит? Это второй момент, по которому эта статистика очень интересна. Момент, который заключается в соотношении реальных и условных приговоров. 60% реальных приговоров. И это уже второй летний месяц подряд. То есть до этого у нас статистика была гораздо меньше, летом у нас количество приговоров в целом уменьшилось, то есть обычно их было там под 100, даже превышало 100 приговоров в месяц, а сейчас вот 39. При этом количество реальных в процентном соотношении увеличилось. 60% реальных приговоров. Напомню, что в 22 году, когда мы только начинали делать обзоры судебной практики, мы видели, что там 4, 5, 6% реальных приговоров было. Сейчас, обращаю ваше внимание, их 60. К чему я, кстати, это говорю? Потому что по старой памяти люди часто говорят, вот в СМИ, в телеграм-каналах обсуждают, это говорят, что мол, да что там-то тот приговор, да, все равно же условка будет. Друзья, обращаю ваше внимание, не факт, что будет условка. С большей вероятностью как раз будет реальный приговор. Так вот, если говорить о этих реальных приговорах, есть еще примечательный момент. В августе месяце не было ни одного приговора, в котором бы суд вынес наказание меньше, чем 3 года. То есть такое возможно с точки зрения Уголовного кодекса. И в принципе такое, как правило, есть. И вот, на мой взгляд, первый месяц, где такого не было, это был июль 2024 года. До этого всегда там были приговоры, где там полтора года назначали, либо штраф, либо исправительные работы. Но сейчас только всем, вот все получили 3 года лишения свободы. Что еще следует сказать, чем интересен этот месяц был? В этом месяце были приговоры, которые касались верующих, и люди не смогли убедить суд в том, что они имеют достаточное убеждение, чтобы их признать невиновными в уклонении от мобилизации. В том числе один человек был, который предоставил справку о том, что он является членом организации свидетелей Иеговы. Тем не менее, суд все равно назначил ему реальный приговор. Даже не условный, реальный. Хотя человек заявлял, что он отказывается по религиозным убеждениям. Но суд посчитал недоказанным это. Плюс был интересный приговор, который нашумел в СМИ, и который в СМИ подавался как приговор, которым ухылянта лишили имущества. Мол, конфискация имущества за уклонение от мобилизации. Этому приговору я посвятил отдельное видео. Вот здесь размещу ссылочку на это видео, и в описании к ролику она также будет. Но если коротко сказать, то там история не совсем такая. Все-таки у человека конфисковали имущество не за уклонение от мобилизации. Поскольку у человека там за последние несколько месяцев было несколько приговоров. И там приговор был за хранение наркотиков, потом за хранение с целью распространения, и уже третий, последний приговор был по статье 336 уклонения от мобилизации. Так вот, конфискация имущества там была по второму приговору. По приговору по статье 307 Уголовного кодекса Украины за хранение наркотиков с целью сбыта. То есть, все-таки конфискация имущества ухылянтов, она не была применена в этом приговоре. И понятно, потому что не предусмотрено данное наказание, конфискация имущества, именно статьей 336 за уклонение от мобилизации. А суд не может принимать новые, добавлять вот это дополнительное наказание, если оно не предусмотрено Уголовным кодексом. Продолжение следует...